Ну это может быть в Саши сработает, но главное это мужики, лежат здоровые дядьки, анонизмом занимаются, совокупляются, это мерзость вся. Я с тобой согласен, отец, это вообще противно, смотри. Ну так, ну что тут говорить-то? Женись ты нормально, утешайся женой юности, да услаждает она тебя, ну повенчайся, по-христиански, сходи в храм, а что как кобель бесхвостый? Это люди просто с таким как-то уровнем. Да какой тут уровень-то? Тут 50% раздетые, вот как вы лежат, наколоты и все время пьют, и процентов 90 из них мусульмане. Самое блудливое, самое боязливое все собралось здесь. Не веришь совсем в Бога? Ну нет. А зачем разживешь тогда? Ты не имеешь права жить, потому что земля Божья, солнце Божье, воздух Божий, пища Божья, ты сам Божий, а я не верю, ты еще рыхнулся, Бог с тобой, ты еще огородишь. Да без Бога не до порога, пословица говорит. Ну вы не о вас уважались, это приключение. Вы считаете слово Божие? Да, да, хорошо. Надо жить для Бога, жить радостно и интересно, а не то, что языком грязь молоть. Нельзя это делать. А зачем вы здесь сидите, дедушка? Господь сказал, иди к больным. Мы как врачи пришли, здесь один разврат идет. Люди Бога не знают. И мы пришли сюда, чтобы засвидетельствовать, что Иисус умер и воскрес и ждет людей с покаянием. Мы строим православную деревню, город Барнаул, Алтайский край. И у нас 150 километров отсюда. Давай, дед, счастливо тебе! С Богом. Тогда удивление исчезнет. Мы пришли в это место разврата, чтобы людям напомнить о Боге, что ждет за это. И возвестить самую радостную весть, что Иисус умер за грехи людей, воскрес в третий день за грехи людей. И ждет с покаянием людей, прощает, чтобы начали жить для Бога, чтобы покончили с грехом. Потому что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3.36. Евангелие от Марка говорится так. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. 16 глава, 17 стих. Вот мы, согласно этого Слова Божия, людям рассказываем, как. Я понял. Дай Бог здоровья вам. Храни вас Господь. Найлучших вам благ желаем. Взаимно. У нас в большой Ютубе. И сюда для того, в это место разврата. Содом и Гоморру. В эту рулетку. Чтобы рассказать о Боге. Что ждет блудников, наркоманов, пьяниц, сквернословов. Вечный Огонь. Вот, блядь. Вы ругаетесь? Ну, да. Ну, за что я не баливаю грехи. Так. Что? Если ругаетесь, то я сейчас ухожу от вас. Ну, так я же с вами не буду ругаться. Ну, дай обещание, что не будешь меня грязью заливать. Так, слушай внимательно. Словечко проскочит. Пришли сюда возвестить о суде Божием. Что ждет людей за все, что тут делается. И что за грехи людей Христос умер и воскрес. И ждет людей с покаянием. И ждет людей с покаянием. Атюшка. Старина. Вы что хотите сказать? Что хотите сказать? Только без руганий. Не, я не такой, да, старина? Бога верю. Вы не верите, что Христос умер за грехи людей? Христос умер за грехи людей. Верю. Ну, раз верите, значит... Будет так. Он умер за нас. А вы верите? Я верующий. Я верующий. Тоже. Вы батюшка? Да вам зачем? Я священнослужитель благовестия. Я вас священнослужитель благовестия. Ну, все тогда. У нас большой видеоканал. Можете зайти, посмотреть. «Во свете Библии» называется. Игнатий Лапкин. Это я. Самый большой канал на Ютубе. На Ютубе канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это снимаете все? У нас все снимается абсолютно. И на улице, и в храме, и везде. У нас 19 тысяч роликов на нашем сайте. Это Ютубе. А вы усы-то зачем бреете? Усы. Зачем бреете? Ну, так лучше. Ну, лучше. Если бы лучше, значит, оно бы не росло. А вы бритые скоблите. Бога подправляете. Подкаблучники несчастные. Подкаблучники несчастные. Ну, как Бог сотворил. Вот смотри, я же не трогаю. И вы на иконах посмотрите. Христос, апостолы, пророки. Они не делали это? Что делают беззаконники? Что делают беззаконники? Все, пока. Я гляжу, у вас какой-то вид такой, как обкуренный, будто бы. Если у вас не против сердца, послушайте, для чего мы пришли. Мы пришли в это место разврата, в эту рулетку, в Содом и Гоморру, возместить о Суде Божьем. Что за это ждет? И о том, что самая великая радостная весть. Иисус Христос был распятый, прибитый. И на третий день воскрес. Вот вчера воскресенье. От его смерти воскресенье. И 2020 год от Рождества Христова идет сейчас. И мы пришли сюда, чтобы людям дать надежду. Какой бы ты ни был, какой бы ты себя ни считал, покайся. Обещай Богу никогда не делать этого. И дай ему место в сердце твоем. И ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Вот мы строим православную деревню. А хотите, я вам расскажу правду? Вот у нас большой YouTube-канал, можете зайти. Делимся. Во свете Библии. А вы готовы послушать твою правду? Ну да. Вот смотрите. На сегодняшний день я вам хочу рассказать, что когда Иисуса Христа расстали на кресте, это сделали идеи, в тот день у них был праздник Шаббата. Он провисел на кресте, на кресте буквально около 8 часов, после чего его сняли. Его выкинули в пещеру, где его охраняли римские солдаты. И вот те самые 8 апостолов, которые типа были неграмотные, и повсюду его были приемниками, они помогли ему убежать. И он не умер в тот день, когда его расстали. Я слышал эти бабы. Это говорится как в Библии, секунду. Это также говорится в Библии о том, что вот если с медицинской точки зрения взять тот момент, когда там говорится о том, что и типа копьем его пронзила душа, а что-то такое, ну типа кровь его потекла. Давайте начнем с того, что когда человек умер, и если бы его тело пронзило копьем, его кровь уже не сворачивается, и она не могла потечь в принципе в априори. Это первый момент. Второй момент. Иисус Христос обучался в восточных университетах очень много лет. Ладно, остановитесь пока, остановитесь. Зачем мне эти брения? Я их все считал, знаю. В Японии умер, могила его. Это сатана. Сатана боится воскресения Христа, и он это переплетает. Вот сейчас есть ролик такой, называется «Интерью с дьяволом». Посмотрите. И он говорит, какое отношение ко Христу? Его украли. А сейчас 2 миллиарда мусульман говорят, а он не умирал. Он просто на небо был взятый. То есть сатана боится воскресения Христа из мертвых. Я бы то понятно... Я ничего не боюсь. Знаете почему? А знаете почему? Вот я, например, считаю, что для меня не существует религия. Для меня существует Бог, но для меня не существует религия. Ну, воплощище. Это манипуляция. Это манипуляция людьми, но в Бога я верю, я верю. Так никто не верит, так не верит. Надо верить по Евангелию, а не по бредням пьяных старух. И вот, как я говорю, так 2000 лет верят, и сегодня 2 миллиарда 200 миллионов. А так колобродить, ну, может, 5-10 человек. Никому это не надо. Он воскрес. Если он не воскрес, то мы во грехах, мы умрем в аду будем. Он спаситель мира. И сатана легко боится, чтобы люди не вырвались из ада. Кто спаситель мира? Кто? Ваша версия, вот эта глупая, она ничего не дает. Христос взял грехи мира и умер, и воскрес. И только тогда спасение возможно. Неправда. Он воскрес только потому, что он не умер. В общем, я сказал. Мне некогда эту грязь собирать. Я вам сказал. Если вы желаете истину знать, по скайпу меня найдите, Игнатий Лапкин. Даже не буду. Не будете. Я знаю. А это написано, мудрый знает, да спросит, а глупый и не знает, и не спросит. Значит, я такая... Понимаете? Это разврата в эту рулетку, чтобы напомнить о суде Божьем, что за все это ждет суд Божий, о чем Лермонтов писал. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону зла, то и мысли и дела он знает наперед. Рассказать о самой радостной весе, что за наши грехи Иисус Христос умер, прибитый ко Кресту. И на третий день воскрес. Вот день воскресенье, напоминающий о нем. Это было 2020 лет назад он родился. от рождения Христос новой эры. Что у вас там кричит человек? Больной? Бесноватый? Чихнул. Только не ругаться, я прошу. Если будут вопросы, можете задать. Да, нету вопроса. Вы зайдите на наш... Вопрос есть один. Подождите. Если у вас будет желание узнать больше, вы по скайпу можете меня найти. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Латович. Игнатий Лапкин. А если вы откроете в Ютубе канал «Восвете Библии Игнатий Лапкин» Ютубе канал, вы удивитесь, какое сокровище. Это самый большой видеоканал во всем интернете. У нас 19 тысяч роликов наших. Там ответ... Можно вопрос задать? Можно. А вот смотрите, имя Адама, он счастливое? Или как объяснить? Не везучее? Почему человек, когда называют человека Адам, ему не везет во всем? Неправда. Мы все... Только вы не ругайтесь, я попрошу, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Адам означает земляной. Из земли взятой. И в прах мы возвратимся. Ева означает жизнь. И поэтому имя Адам для нас благословенное имя. Наоборот, мы все в Адаме умираем. Мы дети Адама. Но согрешили. И грех распространился во всех людей. Псалом 50-й. Давид говорит, «В беззаконии защят я, и во грехе родила меня мать моя». Из-за согрешения Адама умерло уже больше ста миллиардов людей. Но на землю сошел Сын Божий Христос, распятый. Он умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. И кто будет просить прощения? Какой бы он ни был человек, убийца там, проститутка, он получит прощение. С обещанием никогда этого не делать и дать место Христу в сердце. Спасибо. А можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Сколько вам лет? Что? Сколько вам лет? Сколько лет. Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Долго вы... Ну вы поп или как? Что? Ну вы этот... Священник. Поп или кто? Никто я. Брат у меня священник, а я щтец и староста общины. Я тебе сегодня откинул, ты мне даже не перезвонил. Я 48 лет начальник детского лагеря. Детского лагеря. Сам его основал. Без помощи государства тысячи детей подняли. Мы с нуля строим православную деревню, одна на всю страну, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Можно жить по-другому. Не Путина ругать, а самим собой заняться. Мне Бог положил на сердце. Я истребил слово... Уничтожил его. Слово проблема. Его нет в моем лексиконе. А почему? От американизма. Я его заменяю двумя словами. Нерешенный вопрос. Вот тогда понятно. А проблема ничего не значит. Нерешенный вопрос. Поясняю. 31 тысяча сел уничтожено в России. С юга подпирает южный народ от Санкт-Петербурга, а до Байкала Китай все захватывает. Почему? Пустая земля. И мы взяли землю, получили статус, построили храм, государственную школу, дороги. Все за свой счет. Нерубля от государства нет. Вот и все. Можно решать вопросы с Богом. Вот дети беспризорные. Я образовал лагерь. 48 лет. Тысячи детей подняты. У нас главный лозунг в лагере. Россия должна встать. Второй. Россия – это мы. Говорят, народ необразованный, народ такой. Это что, проблема? Да, проблема. Я говорю, нерешенный вопрос, и он решается. А как? Я пошел преподавать одновременно в пяти университетах, тринадцать школ, пять отделов милиции, краевой и городской УВД, все воинские части, заводы и фабрики, и три радиопрограммы. Так я один. У меня нет гуманитарного образования духовного самостоятельно. И температура меняется. За слово Божие я архипелаг ГУЛАГ в первой стране издал. Меня отправили по этапу. Я пять тюрем прошел и лагерь смерти. Вернувшись, я сотрудничаю с местным СИЗО. Тюрьма. Три тысячи семьсот человек. И преступники ко мне расположены так, как ни к одному кто ходит. Почему? Они знают, я каторжник. Я знаю, о чем он думает. И мы стараемся все для них сделать. Если там есть мусульмане, я в первую очередь им помогаю. А почему? Потому что он в другом народе находится. Другая пища, другие люди. Помочь ему, чтобы он вышел человеком. Любовью покоряйте сердца. Если вас заинтересует это, вы в скайпе, в скайпе Игнатий Лапкин зарядите, вы на меня сразу выйдете. Если зарядите во свете Библии, Игнатий Лапкин, откроется наш канал. Канал. Там на все вопросы, ответы. Хорошо. Все. Хорошо. Всего доброго вам. Удачи. Храни вас Господь. С Богом.